Второй шаг – это уход за лицом, потому что мы продолжаем работать с вами с органами, и кожа является органом, самым большим органом, самым эластичным органом, и за ним нужен также уход и грамотный уход. И я, на самом деле, делаю это очень просто. Кто-нибудь из вас умывался овсянкой? Как? Хорошо. Хорошо, да? Сколько стоит овсянка? А сколько из нее можно сделать прекрасных, полезных бьюти-проводов снаружи и внутри? И мы с вами все будем делать снаружи и внутри. Сказать вам рецепт овсянкой? Отлично. Я очень рада, что рядом этот магазин красивый есть. Как вы делаете? Красивый, красивый, крутой. А? Бленд. Вот. Вы туда пойдете и купите себе самый-самый простой игрок. вот это проявление любви к себе, использование вот этого вот. Вода. Вода тоже хорошо. Вот не поверите. Туалетная бумага. У меня есть хороший пост, называется «Мотивация и туалет». «Мотивация и туалет». И он посвящен тому, что человек никогда себе не откажет от утаин. Самая сильная мотивация, когда человек хочет в туалет. Это первое. И второе. Почему туалетная бумага? Вот казалось, да, мы для чего-то выбираем что-то подороже, для чего-то что-то подешевле, для пяточек еще дешевле. Тут совсем забыли, там совсем забыли. Но тело у нас одно, и другого у нас не будет, и части тела невозможно поменять. И поэтому что уродилось, то и уродилось, и любим себя крепко-крепко и сильно-сильно. И поэтому даже для этой части тела я стараюсь выбирать трехслойный мягкой, а на толку капаю эфирное масло, чтобы у меня лучше происходили все процессы для красоты снаружи и внутри. Так вот, можете загадать такую загадку своим знакомым. С чего начинается любовь к себе? Показывай по столетной бумаге. Поэтому давайте так. Геркулес подходит и самый простой, и самый модный. И это все будет зависеть от шкалы любви к себе. Итак, вы берете геркулес в самую простую кофемолку. Самая простая. Молите, ну сколько посчитаете нужно, в баночку. Затем перед употреблением вам нужно через титечко просеять эту овсянку, и у вас случается такая как тусть. Я не люблю использовать овсяную муку. Ну потому что не факт, что она овсяная. Ну это может быть такая мука, ну чисто теоретически мука. А тут вы сами приготовили из хлопьев геркулеса. Вы просеиваете, и у вас это все хранится в баночке. Когда вы умываетесь утром либо вечером, вы берете себе горсть. Горсть этой овсянки. Капаете пальчиками. Там с пальцем, чтобы стекало, да? Не представляете, чтобы это все смыло. С пальчиком у вас капает. И замешиваете вот такую кашицу до овсянки. Теплой водой. И наносите эту кашицу на лицо. Время экспозиции 15 секунд. Ну то есть, образом вы считаете до 10. И как раз пройдет 15 секунд. И затем очень мягко, влажными, влажными руками начинаете работать со своим лицом очень-очень мягко. От центра к периферии. И проходите особенно, особые участки нашего лица. Это где у нас расширенные поры, чёрные точки и так далее. Например, лоб, носогубный треугольник, подбородок. И вы удивитесь, какое лицо становится бархатным, подтянутым, с ровным цветом. И как прекрасно это работает с порами и сальными железами. Как это хорошо работает. Чёрные точки уходят достаточно быстро. А себестоимость какая? Очень маленькая. И эта осянка у вас будет храниться в баночке. Утром умываетесь, вечером умываетесь. Детям, подросткам на прыщике будет очень хорошо. Просто, но достаточно эффективно. И расскажу вам рецепт своей каши. Третья каша. Очень полезная, которая помогает для сосудов. То есть она работает с печенью. Такие запросы и проблемы со здоровьем, как купероз, гликоз, давление высокое, давление низкое. Что ещё? Это всё связано с сосудами. А сосуды и главный у нас орган по решению всех сосудистых вопросов, это не сердце. Потому что сердце только качает кровь. А какую кровь будет качать сердце и как тяжело ему будет, за это отвечает печень. И вот эта каша, она прекрасно работает именно с печенью, как с органом детокса, как с желчевыводящим органом. И это каша. Как обычно, берёте ту же самую овсянку, заливаете её кипятком. Она начинает напухать, а в это время вы делаете себе в блендере пюре из яблок. У кого хорошее урожай яблок в этом году? В Санкт-Петербурге пьём хорошее? Да? Вот знаете, у нас в прошлом году был такой хороший урожай яблок. Я знаю, что в Санкт-Петербурге у вас есть такая фирма, которая делает дегидраторы. Ну и продаёт дегидраторы яблоком специально. В Санкт-Петербурге приезжала и всё это закупала, потому что здесь крутые. Можно сохранять эти продукты, витамины и так далее. Вот сейчас научились солнышко сохранять, чтобы всегда было тепло и поменьше дождя. Так вот, в прошлом году было очень много урожай яблок. Я покупала этих всяких приборов, блендеров, дегидраторов. Я же всё, я траву сама собираюсь, делаю сухофрукты сама. Всё очень просто. Я ем сезонные продукты, у меня никаких извращений в этом нет. Всё, что дала природа, мы это всё съедаем. Всё, что природа не дала, можно вырастить на подоконнике. Если что-то не выросло, но семечко дало какой-то росточек, это уже пророщенные семена и у них тоже самая сила. Итак, пока у вас распухает овсянка, вы готовите пюре без яблок. Добавляете туда яблоки. Можете по желанию, если вам захочется сладости, добавить половину банана. Добавить сюда финики, тогда будет вообще сладко-присладко. И прям ложку мёда. Девочкам с утра нужна сладость. Почему? Потому что с 7 утра начинает вырабатывать на подпочечнике первый выброс кортизола, горгоностреза. И поэтому многие из вас любят чай или кофе с сахаром и с молоком. Утром это надо сделать. Если с утра этого не делаем, то у нас следующий позыв к чему-нибудь вкусненькому и радостному, это наполнник. Я сразу вспоминаю в саду сладкую запеканку с киселем. То есть полник всегда должен быть сладкий. Потому что это следующий выброс гормона стресса. И если мы наполнник ничем себя радостным не накормили, то тогда нас распирает перед сном выпечем с печенью, с сухариком, с ложечкой мёда, но одну конфетку. Ладно, две. Завтра не будем. Сладкий чайок без всего. Вот три ложки сахара. Понимаете, насколько у нас организм мудрый. Поэтому пусть эта сладость будет у вас с утра. Женщина, когда ей дают сладкое, она добра. Согласны мужчины? Только вот сладким можно её. Или тортиком. Роза тоже, кстати, сладко пахнет. Но это вам такой намек. Вдруг она сегодня не в духе. И вы знаете, чем сладкий. Торт уж не покупаете, ладно. Вдруг не нравится. А вот роза пахнет сладко. Я вас уверяю, только женщины это могут почувствовать. Да, девчонки, согласны? Ну и любые цветы, они тоже у них разные гурные сладости. Честно-честно. Поверьте, у нас миллионы и мы в этом верим. Итак, у вас приготовился вот это вот пюре. И вы всего лишь добавляете его в той тарелочке, в которой уже разбухла осянка. И у вас получается осянка необычного вкуса. Она очень, она очень фруктовая. Она очень приятная. И она прекрасно работает и на кишечне, и на глядь его сорбетном. И яблоки это вообще прекрасное, прекрасное средство, не могу сказать, лекарство для печени и всех желчеводящих путей. Украсить можно орешками, украсить можно ягодками, изюмом, всем чем угодно. Я очень люблю с изюмом и с кедровыми орешками. Мне по сочетанию это все на самом деле очень нравится. Попробуйте. Это на самом деле просто, это вкусно, но знайте, что у всего есть определенный смысл. Мы видим просто так. Итак, первый шаг работы органов и систем. Второй шаг – это уход за лицом. И правила по уходу за лицом также у нас есть в книге расписанной. И мой любимый рецепт, когда вы будете более свободны в приготовлении умывания из овсянки, переходите, пожалуйста, к Уктану. Я вам немножко рассказала. Если видели меня на передаче на первом канале, в моноприговоре я рассказывала и на канале ТВ-центр, то есть эти передачи были посвящены как раз Уктану. Почему Уктан – это аллергическое средство из трав. Потому что травы у нас как овсянки. То есть всегда можно из этого сделать, и это действительно работает. Почитайте, есть очень интересные рецепты, в том числе даже по приготовлению масок в домашних условиях. Отбеливающих, подтягивающих – это действительно работает. И если вы подаете мою книгу своей маме, то она скажет – ооо, это вообще журналы работницы и крестьянки, я это знала сто лет назад. Вот. Все новое – это хорошо забытое старое. Мы сейчас… даже мода у нас возвращается, мода 90-х и музыка 90-х. То есть мы все время возвращаемся куда-то в прошлое, берем там самое лучшее и применяем сейчас. Так что это прекрасно.